Друзья, всем привет, Збройные Силы Украины. Хлопцы, вы как всегда красавчики. Бережите себя и обовязково повертайтесь живыми. Дякую вам. Ну и всем добрым людям, здравствуйте. Вот сейчас будет очередной видос. Шаману есть что сказать, да и мне тоже есть что поведать, как обычно. И давно не было такого формата. Вы все видите, что мы сейчас плотно занялись культяпкой. И сразу скажу вам, что она будет выходить достаточно регулярно и затягиваться не будет. Да, и также хотим сказать, дать бы информацию для невнимательных. Почему для невнимательных? Потому что мы об этом у нас есть и в публикациях на нашем ютуб канале. И есть информация и в инстаграме, и в телеграмах, где мы только ее не кидали, и на стриме. И есть даже отдельный видос, в котором мы проводили опрос, и большинство людей поддержали нас. Какой был вопрос, это чтобы снять культяпку, начать этот цикл «Малолетка» сначала. Почему сначала? Во-первых, когда мы ее снимали на тот момент, это 2-3 года назад уже было. И у нас на тот момент было подписчиков там в два раза меньше. Где-то 60-80 тысяч. Сейчас на секундочку у нас 214 тысяч, друзья. Мы вас всех поздравляем. Вы красавчики. Спасибо вам огромное, что вы у нас есть. И вот еще какое усложнение, потому что мне вот вклиниться в эту историю. Она была там уже снята 2-3 года назад. Почему мы ее прекратили, мы об этом говорили. То есть тяжело. Надо вот сначала намного легче, потому что это надо проживать. И как бы войти в этот образ, вспомнить все вот эти вот моменты. Малолетка, вся вот эта движуха, потому что когда я начинаю полностью погружаться, история, естественно, становится намного интереснее. И у меня аж мурашки начинают по коже быть, потому что у меня опять воспоминания, встреча с культяпкой. Это реально, короче, ну было... Ну было и было, короче, время. Это мой опыт жизненный, прикольный. Это сейчас уже вспоминаешь. Прикольно было. Ну в любом случае, тот вайп, допустим, повторить, ну вот именно тот стиль культяпки, что был, ну ты его не повторишь, потому что то было другое время, другое было настроение, ну и вообще другой подход, можно так сказать. Поэтому мы вот решили это сделать. И мне кажется, это очень круто. Почему? Потому что сейчас будет культяпка от начала до конца вся. И в одном плейлисте. Ну и в принципе я бы хотел добавить, что мне кажется, ну нам кажется, что в этот раз мы сможем постараться более раскрыть поподробнее какие-то моменты. Потому что мы видели, что какие-то ситуации мы начали их раскрывать и быстро там, вкратце, бам-бам-бам. И постараемся их раскрыть, погрузить вас как бы больше в эти моменты. И я бы хотел поговорить по поводу, вспомнить малолетку. Вот сейчас вот именно с вами вместе, с Саней Лебедем. Потому что мы пересеклись, еще раз, ну может некоторые не знают, что мы познакомились с Лебедем в лагере на малолетке. Это был, да, 2000 год. И я заехал в 99 году на малолетку. Это вот, ну вот, все происходило, все вот эти движения, которые мы сейчас вам рассказываем. И получается, братан, расскажи, в каком году ты заехал и за что ты заехал на малолетку? Ну, я так понял, что я после тебя заехал, там, буквально месяца через три, через четыре на тюрьму. Вот, меня, меня же со свободы закрывали, осудили. Я был на подписке. А, то есть ты в следственку не проходил? Я в следственке не был, я сразу заехал в осужденку. Вот, и, ну и в принципе, это осужденка, это уже больше такая камера, более, она такая, как сказать, лояльнее, может, друг к другу. Почему? Потому что уже все осуждены, все ждут лагеря, и очень быстро меняется контингент, сложно друг к другу притереться. Потому что, когда тебя осудили, ну-то там, в основном ты можешь написать жалобу на вышестоящий суд. И, ну, там, два месяца максимум, короче, и ты едешь уже, а в основном, то там, можно и за две недели уехать уже, ну, ты ждешь утверждения приговора, он вступает в силу и потопил. 15 дней, и сразу, ну, 15 дней же было, да? Ну, да, да. И сразу, там, буквально, вот только твой, там, закон, ну, там, срок вступает в силу, там, буквально, там, два-три дня, и тебе сразу приходят, что ты едешь, там, уже, ну, в лагерь на этап. Мы всячески, помню, пытались, как-то, куда, какой лагерь, везде все легавые на морозе были. Ну, да, 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 а они не знают дело в том, что. Ну, да. Они же про дольные эти и не знают. Вот, ну, я как-то, короче, рассказывал историю, что я, ну, делюгу свою по малолетке, но за что конкретно я заехал, я не рассказывал. Могу, если кому-то интересно, ну, в принципе, то могу по-быстрому рассказать. Это был тоже 99-й год, это все происходило, лето, я как сейчас помню, это было Ивана Купала. Да. Вот почему я и запомнил, 99-го года. Поехал я, ну, сколько мне, 16 лет исполнилось, да. Исполнилось 16 лет, и, а, еще не было. Нет, тебе 16 только в октябре было бы, да. Ну, 15, когда же. Вот, и это же мне исполнилось, я на тюрягу уже. И вот мы летом, ну, поехали на гидропарк, вдвоем с подельником у меня, ну, это и друг мой, ты знаешь. Ну, да, мы до сих пор общаемся. Да, и поехали на гидропарк отдыхать. Лето, класс, жара, тогда был такой пляж, короче, платный, Сан-Сити или что, короче. Гидропарк? Да, ну, там, где Бора-Бора потом, где мы висели. Там был первый, типа, платный пляж, понял, там он отделен, там музычка играла, типа, дискотечка. Вот, и мы туда запулились, у нас не было много денег, но на вход было. И там, знаешь, что-то, я не знаю, какие мы напитки пили, ну, что-то пили. Ну, в то время главное прорваться вовнутрь, а там все, на пофиг. Да, и мы висели там и познакомились там с девчонками, вот. И у нас закончились бабки, вот. И мы, короче, говорим, типа, девчонкам, побудьте, мы сейчас придем. И мы выходим вдвоем с подельником с этого пляжа, короче, и начинаем искать, где бы нам раздобыть бабок, потому что, ну, как мы можем их раздобыть? Только у кого-то отнять, что-то рассказать, надурить. Вот. А гидропарк, кто помнит, в те года, в 99-й год, там просто был иншлаг. Не было других пляжей, по сути. Гидропарк там съезжался весь Киев и не только. Просто толпы народа. И мы там выкупили по-быстрому первых попавшихся, короче, таких же, как и мы по возрасту типы. Какие-то шли вдвоем, чем втроем, не помню. Вот. И мы их срезаем. Типа, заводим в кусты какие-то, ну, подальше от людей, чтобы не было, чтобы нагрузить их. И забрать у них, что у них было. Вот. И в этот момент мы смотрим, что... Мы их срезали, и к нам подтягиваются два типа с нашего района. Понял? Один с твоего. Макс, что я тебе говорил. Вот. В Костиной школе он учился. А второй с моего района. Ну, у того бабушка у нас на районе, короче, он у нас тасовался. И они, походу, послили тоже этих типов. Понял? Но мы их опередили. И мы, как бы, типа, были поблотнее их, типа, и... Что значит, мы первые? Вот, мы уже, типа, их... Это наша бурашка, а мы ее стрельжем. Да. И мы это самое... Что-то мы... Короче, до 100 гривен у них было в этих малолеток. Мы что-то им рассказали. Не, ну, на тот момент это нормальные бабки были уже. 100 гривен. Ну, типа, как нормально? Ну, вот на вечер там посидеть... Ну, небольшие, но, типа, нормально. Вот. И забираем у них эти бабки. И вот этот вот типок один, там, Саша. Вот этот с моего района. Он, ну, понял, что уже в пролете, что мы их обчистили. И тут же при нас подходит, типа, понял? Я еще помню. У малого часы. Касио какие-то, понял? И он его, смотрю, отвел уже в сторону, чешет, чтобы часы, типа, понял? Отнять. А я понимаю, что мы-то тут в гидропарке хотим остаться, понял? Вот. И этот самый... Часы он сейчас с него сдерет, ну, по-любому. Бабки забрали, часы забрали. Он, по-любому, ломанется, знаешь? А я, типа, говорю, да не надо, типа, все, мы уже все решили с ним, и все нормально. Не дал ему снять эти часы. И они, короче, затаили на нас, видать, обиду. А, мы им дали что-то по десятке. По десятке дали. Ну, нормально, тоже тогда трамп был, да, где-то, по-моему, шесть с чем-то. Ну, да, 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 где-то так он был. И мы, короче, дали этим типам по десятке. И решили, что с подельником хотели вернуться к телам назад. Но решили, типа, заочковали. Понял, что сейчас, ну, на гидропарке оставаться, легавые покрутят. И мы этим типам говорим двоим, типа, едем на Хрещатик. Сейчас как раз еще поработаем. Ну, таким же образом, типа, все вместе. Когда толпа, типа, больше шансов, ну, можно на более крупную жертву, так сказать, выйти. И эти типы, да-да-да-да, остаются в гидропарке. А мы уезжаем с подельником. На следующий день... А, но мы с ними договорились, что мы на следующий день встретимся в 11 часов у нас под домом, у нас во дворе. И поедем, типа, вместе, ну, вот так, типа, такой же бандейкой поедем где-то по гоп-стопин. Ну, и все. Приходит следующий день. Мы поехали домой вечером, переоделись и все-таки вернулись в гидропарк. Но нормально. Все тихо, нас никто нигде не покрутил. И вот утром, я помню, просыпаемся. У нас же в 11 встреча. Телефонов же тогда не было. Встречались как? Вот договорились на 11. Значит, на 11 надо встретиться. По-другому никак. Я знаю, что у нас встреча. Мы выходим вдвоем. И, смотрю, стоят они возле садика. Подходим. И меня первое, что обратило внимание, это тип мне говорит... Ну, а я как раз вышел и закурил последнюю сигарету в пачке. Была, смял. Иду, курю. И, типа, этот Макс, он такой, блин, дай, дай покурить. Так аж трусится, знаешь. У меня там, я говорю, типа, что тут уже курить? Идем на Дарвенцу, сейчас, типа, купим сигарет. Он, ты не, ну дай, дай, понял? Ну, я потом понял, что он тупо ночью не курил из-за этого. Что произошло? Мне уже потом мы трепали, короче, этого Макса. И потом он рассказал, короче, что произошло. Их, они остались на гидропарке, их приняли лягавы. И даже не лягавы, а один лягавый на велосипеде. Это вообще прикол, потому что как на велосипеде можно приметь двоих? Ну ладно, одного догнал, знаешь, но второго как? Ну, то есть, тупо забздели они. Короче, их приняли, опознали их, терпилы, что да, это, типа, они были, ну вот, с нами. А нас двоих, по факту, нету. И, ну, они, типа, за нас ничего не знают, там, знают, как навес, знают двор, где живем. Ни квартир не знают, ничего. И они договорились с лягавыми, и какая фигня, типа, что они их отпустят на подписку, там, или свидетелями сделают. Но, типа, нас надо принять. И они им рассказывают, что мы должны в 11 утра договорились с ними встретиться. И вот, я подхожу, ничего, ну, подходим с подельником, ничего не знаем об этом. И маяк у них был, короче, когда подойдем именно мы, а лягавые там стояли по-разному. Так это вот один тип строящины был, да? Один. И маяк у них был, что мы, как только подойдем именно мы, что они оба, типа, должны засунуть руки в карманы. До этого, типа, они, ну, короче, такой маяк. Ну, естественно, я этого не заметил. И вот мы топим, и я смотрю, а, что-то эти типы, короче, неправильно сделали, какой-то маяк. То ли лягавые недопоняли. И мы так идем, типа, как на дарницу через дворы. И проходит лягавый один. И, ну, в гражданке опер. И, типа, закурить не будет. И в этот момент он, типа, они тут, они, понял? В этот момент он именно маякнул. Мы уже потом узнали. Ну, и, короче, крутят нас. Принимают, естественно, запаковывают. И все по старой схеме. Райотдел, опознание. Потом везут нас на санкцию к прокурору. Раньше сейчас суд выдает санкцию. Тогда прокурор выдавал. И подельник едет, ну, ему дают санкцию. За меня сестра очень сильно вопросила, там, и следователя. И, там, у меня она молодая была, симпатичная, красивая. Она как-то уговорила своими какими-то способами. Чарание. Да. Догадываться можно только, что там было. Вот. И меня отпустили на подписку, но потом закрыли все равно. И вот я за вот эту вот канитель поехал за 80 гривен или за 100 гривен. Мне дали в оконцовке два года. Подельнику дали два года. И вот этому Строещину, твоему земляку, дали год. Хотя должны были дать его, ну, свидетелям пустить. Я не знаю, он вообще одурел. Ну, надурили, да. Тогда были моменты, легавые одурили. Да, но он вообще замерз, ну, прикинь. То есть сдал нас. И еще и поехал. И дали год типу. И прикинь, один подельник попал, ну, мой подельник попал на Кременчуг. А этого заперли, знаешь, куда? На Харьков. На Куриш. Ну, жетуха, да. Жетуха, она по-любому наказывает. Так это тебе, получается, закрыли за одну делюгу, да? Вот ты на подписке был или ты еще одну делюгу, как и у меня? Не, я на подписке, ну, у меня были делюги. Я же тебе рассказывал, у меня, я чуть не поехал на подписки с этим, как же у нас на бараке сидел. Харек. Харек. Покойный, да, он уже? Я не слышал, что он покойный. Ну, он бухал сильно, конечно, но я не знаю. Ну, вроде бы, да. Покойный или нет, да. Но сам факт, что я, типа, у меня до этого была делюга, я ее рассказывал на, в Ютубе рассказывал. Я как-то в 129-я школа, мы чувака там нашли, чисто случайно, у которого отец был очень богатый, он воровал из дома деньги по 300 долларов, по 400 долларов. И нам его одноклассники рассказали, что такой богатенький типок. И он нам выносил тоже деньги где-то на протяжении там нескольких месяцев, но потом эта лавочка прикрылась. И одному из нас, один поехал, одному там кому-то дали условку, что-то такое, а меня, подельника вот этого, еще там пацана был, нам не было тогда по... Мне только-только 14 исполнилось. И отдали на поруки. Отдали на поруки в школу, типа, и... Ну, просто ходил, отмечался, как был на учете в детской комнате милиции, раньше так она называлась. Это конитель. И потом у меня уже вот эта делюга была. Ну, по факту, типа, я не был судимый, но как бы привлекался. Ну, да, считается. И из-за этого, типа, уже и поехал. Но я же говорю, что отдурел тот тип, который нас сдал, и поехал все равно на год. Я помню, нас когда закрывают, я сам сдурел. Подельник сидит за решеткой, а-а-а, начинает ржать. Ну, ты же знаешь, он любитель всех этих, начинает ржать. Ну, шо ты, ой, класс. Ну, конечно, подельник уже чарился на тюряге на тот момент, где-то месяцев, ну, где-то около полугода. Так это, получается, я с ним, с подельником своим в одно время должен был где-то... Да, ты в одно время был, но он сидел в хате, в этой, первый этаж, слева сразу хата, я не помню, что там за номер. Ну, вот он в этой сидел, а в осужденке он сидел 288, это под 302 как раз. Мы подючки с ним постоянно переговаривались. Ну, да, я везде был, я на втором этаже был, я, получается, 301, потом 306 и 298 в осужденке. А ты в каком, когда, в каком месте на тюрягу заехал? Я заехал в феврале на тюрягу, попал в 301 карантин, и вот это, за которого ты козла рассказывал, что толстый, бородатый, вот этот вот, у него так и был навес борода, я тоже его там застал. Ну, тоже вот этот телевизор, вот этот маленький антенна, вся вот эта конетель. За угон, по-моему, он за угон Мерседеса какого-то, если я не ошибаюсь. Блин, вот я не помню точно, но он такой, да, если брать, вот допустим, как Шаман рассказывал, это чистая правда, что вот в карантинах козлы, они типа себя чувствуют очень хорошо, потому что там малолетки только заехали, боятся, не понимают, тут вроде старший человек, и он там рулит всем. По хатам козлы есть очень сильно, ну, в редких хатах приживаются, в основном потерпают. А у второходов, так это вообще, ну, то есть, если, не дай бог, заезжают туда, попадают второходом, у меня так сложилась судьба, что я второходом еще заехал на малолетку, то есть я освободился с Прилуг, мне было 17, и я погулял 40 дней на свободе, так произошло, и заехал, еще мне еще 17 и было. Ты погулял 40 дней, это тебе семерку, да? Да, и дали потом семерку, и я уже заезжал и видел, ну, и второходом побыл, и вот там вот они, ну, реально, ну, в основном даже и не было козлом, но если и были, то они очень недолго там держались, потому что их там начинали с них прикол тянуть, там, то ноги подпалят, то где-то, то примотают, то еще что-то, то, короче, блин, просто побьют. А вот слышь, вот момент, тебя же получается, у тебя на тюряге исполнилось 18 лет, да? Да. В хате второго года. Я вот помню прикол, короче, тоже, типа, вот, там, при мне там было два, или сколько там человек, которому там 18 лет исполнялось, их типа по закону сразу же должны отправить сразу на взросляк. И я помню, вот типу только исполняется, там, в 18, все, его с самого утра с вещами на выход прям открывают двери и забирают моментально. Да, так, ну, естественно. Мы помню, как-то старший, да подожди-то, давай вечером забери, давай, ну, мы там еще посидим, пообщаемся. Не, нифига принципиально. У тебя тоже так быстро? У меня точно так же, меня в мой день рождения заказали с вещами, еще, я помню, в хате такой как раз период был, что тупо галяк, не было вот тупо ничего, знаете, и, ну, я имею в виду ни сигарет, ни пожрать, ни чая, вот такого не было, вот, потому что там мыльнорыльная всякая, мне там собрали там каких-то вещей, там, у второходов все самые лучшие вещи, потому что они отжимают у первоходов всегда, ну, то есть, одели меня хорошо, то есть, я был одет прекрасно. Но заехал, там же же как происходит, тебя исполняется 18, тебя забирают и в отстойник кидают. Сидишь в отстойнике, там, пару-тройку часов, потом тебя переводят опять в карантин. Извиняюсь. Сейчас, сейчас скину. Тебя переводят опять в карантин, и вот я сижу в карантине. И один, ну, ни этапа нету, понимал, ничего. И сколько времени? Сутки. Просидел я в этом карантине, сам, ну, вот, вот такое у меня было 18-летие, у меня не было ни чая, ни курить, вечером дорога, правда, спустилась мне, там, пару сигарет закинули сверху, там, чая какого-то. Просидел в такой мрачной хате вообще просто сам. Ну, очень было неприятно. И подняли меня потом на тройники закинули, уже на взросляк. Ну, то есть, да, это правда, только исполняется 18. Ну, я слышал, что, типа, бывало, там, что неделю, там, до недели еще, типа, можно, там, тормознуться якобы. Но у меня так не получилось, мне сразу забрали. Я помню, был, короче, прикол, ты же, там, было у тебя, там, на Галимом. Мы вот сидим на Галимом на малолетке, помню, в осужденке. Вообще нема нифига, понял? Ну, ждем, рассчитываю, там, подбили, там, тип говорит, вон, передача, к нему родные собираются ехать. И он там же, там, в письмах, там же, там, писал, что ему надо, говорит, я знаю, что по-любому... Это если разрешена переписка. Да, 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 разрешена переписка. Если под следствием сидишь, в основном не разрешена, только разрешают уже, когда тебя осудят. Да, и вот в осужденке он уже по письмам, то есть, письмо пришло назад, он уже понимает, что к нему приедут, вот, в день его, день рождения, как раз закажут его на свиданку. И прикинь, какая движуха, его заказали, понял, на свиданку. И, получается, его увели, и все, короче, потом легавые... И не привели. И не привели, прикинь, легавые сказали вещи, его там, это самое, наверное, забрали. И мы так рассчитывали на эту передачу просто, я вообще могу говорить. А, кстати, я вспомнил, что ж, сидят на малолетке 18-летние, сидят и пересиживают, могут еще и сидеть, сидеть. Я вспомнил, я когда, это же был уже 2001 год, когда я второходом заехал, понял? Движуха поменялась, какой прикол, 3-0-1 нормальным остался карантином, а 3-0-6 уже был, короче, этот, пресс-хата. В 2001, да, ой, 3-0-7, ну, карантин, понял? Два же карантина было. 3-0-1 нормальный, 3-0-7 этот самый, уже пресс-хату сделали. И там сидело двое малолеток, два молотобойца, один рогатый и два молотобойца, они постоянно в карантине, понял? И встречали вновь заезжающих. Почему? Потому что был прикол, помнишь, сокола у нас на бараке? Еду, я встречаю, прикиньте, я там 40 дней на свободе гуляю. А это был, когда я освободился с малолетки, я освободился раньше, потому что это амнистия была, очень крупная амнистия, в 2001 году вышла. И нас там выпулилась с барака, короче, целая толпа, борщ, сокол. Ага, я с барщом в осужденке сидел, 295, 298. И вот этот самый, и получается, и мы же потом с ними, я освобождаюсь, заезжаю на КПЗ, открывается хата, сидит борщ, сокол, блин, еще, короче, вот, мы освободились месяц назад, блин, и я захожу в хату, в КПЗ, и малолетки, и сидят они. И получается, борщу больше с нами не попадает, выезд, понял? И там же ты знаешь, на КПЗ вот, бывают вот так вот, идут, 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 все, стоп, и все остальные, больше с нами не попал, и он уже поднялся на взросляк, он на малолетку не попал. А мы ехали с соколом, и сокол говорит это, там, когда, типа, распределение идет по хатам, спрашивают, короче, статья, там, ранее судим. И сокол проморозился, говорит, ранее не судим, и его закрывает 307 карантин, для чего он это сделал, он хотел, типа, кишкатуры поднабрать в карантине себе, ну, потому что заезжает в тароход, ну, так делали когда-то, короче, было такое. Ну да, пока легавые раздуплятся, что он тароход, они там могут его там перекинуть через неделю. А могут и не перекинуть, ты уже сам по факту говоришь, что я в тароход, и тебя, это самое. И он морозится, короче, попадает в 307, а я заезжаю в хату в тароходов. На тюряге, на малолетке, две хаты в тароходов всего. Получается, одна слабохарактерная, и вторая нормальная. И вот я заезжаю в нормальную хату, уже прошло, как бы, время, уже были распределения, а сокол анима, понял? И я не понял вообще, что вообще происходит. И он потом, только, и то уже не мне, а отписал, а, заехал в хату после меня уже, когда я поднялся. И просидел там что-то месяца полтора, не мог выехать с этой пресс-хаты, там, долбили его, прикинь. И крутили, ну, натерпелся чувак. Поэтому, и вот эти два молотобойца, они сидели, им уже было за 18 лет. То есть, они уже свое... Ну, их держали, потому что они были лягавым нужны, потому что они исполняли это же... Как в карантине легче всего же запугать людей, чтобы уже в хату приезжали, заезжали покорные, послушные. Вот, ну, на тот момент уже ломали, как бы, тюрягу, ну, в этом плане. Потому что, вот, когда я заезжал в 99-м году, ну, то есть, в 2000-м году, то там движ Париж пароход, вот, что, все, что Серега рассказывает за культяпку. Вот такой вот движ каждый день, ты мог, ну, там, да, долбили лягавые, и там, и на горячие вот эти вот, там, чуть ли не каждый вечер попадались. Но при этом, при всем, все равно был движ Париж. А тогда уже начали постепенно вот зажимать гайки и сделали вот первую пресс-хату, вот, прикинь. Я вообще не думал, что такое явление у нас на малолетке возможно, потому что, типа, черная малолетка. Мы пересекались с разными малолетками, в особенности на тот момент много было, помнишь, с Днепровской тюряги. Ну, да, в Харькове, в транзите, когда мы ехали уже на лагерь, мы в Харькове, в транзите, там, пересекались, и оттуда уже стекались в многих тюрях с каких-то, которые ехали на лагерь в транзите. И мы вот общались, и мы так вот, ну, взвешивали, понимали, что у нас... Да, потому что, к примеру, кто на Днепре сидел, там, подожди, то ли Кривой Рог, я не помню, то ли Днепр. По-моему, Кривой Рог, Кривой Рог. Значит, типа, на Днепре не было этого... Не, вроде бы, братан, не было малолетки в Кривом Рогу, и их возили, Криворожских, в Днепр, насколько я помню. Либо наоборот. Но не суть, не важно. И вот там малолетки, что не заезжают, вот так вот заезжают, и у каждого 40 эпизодов, там, 70 эпизодов, делюги. Да, да, да. И типа, ну ты, что такое эпизоды, это, допустим, ты совершаешь квартирную кражу? Вот, но если тебе доказывают еще квартирную кражу, это уже два эпизода, там еще три эпизода. А там заезжают, прикиньте, по 50 эпизодов на рыло. И получается, что там малолетка была прессовая, тупо вся. То есть и заезжаешь, и там невозможно было пропетлять, чтобы не написать какое-то, ну, не взять на себя еще преступление. За это шли поощрения, естественно, лягавым, чтобы раскрываемость идет в этом, прямо в тюрьме, прикиньте. Вот ты заехал, и ты якобы пишешь добровольную явку с повинной и признаешься в какой-то делюге. И вот таких вот там по 50, по 70, у них план был в каждой хате. Там тоже сидели вот эти молотобойцы, которые ты заезжаешь, и они тебе вспоминай, пиши, не помнишь, долбят. И вот так вот брали на себя еще там по 10, по 20 эпизодов. И чужие, и не чужие там просто. Потому что если у тебя нет своих эпизодов, и бери чьи-то чужие, но эпизоды нужны, прикиньте. Вот ты просто сидишь, у тебя нету, я больше не делал никаких преступлений, но все равно ты грузился. Как правило, за эти эпизоды срок не добавляли, потому что это как бы... Могли месяц, два, это так чисто. Ну типа путем поглощения в основном тебе пофиг. Вот он заехал, у него 50 эпизодов за квартирную кражу, а у него трешка срока. То есть не влияло особо. Но при этом, при всем там было жестко. И вот все с какими тюрягами мы не общались, в принципе. И транзит же еще ехал, малолетка, был 3.00, помнишь когда-то? Да, да, да. За 3.01 была хата 3.00, этот самый транзит для малолеток. Это то есть через тюрягу кто едет, или на больницу на какую-то кого-то везут. Вот, и тоже все, кто не заезжал, ну понимали, что в Киеве тюряга малолетка очень хорошо двигалась. Но при этом, при всем нужно понимать, что малолетка в любом случае, это неосознанные люди там сидят. И поэтому то, что там творилось, а творилось там жестко, чтобы вы понимали, в любом, вот так вот на строгом режиме, в любом лагере, половина больше гарема, петушатни, короче, это те, кто стали на малолетке. Да, загнанные, да, по беспределу там. Ну, по беспределу, кому-то там рассказали, там, подрочи через кулечек, кому-то там что-то выспросили, там, он как шаман рассказывал. И, ну, все вот эти моменты, кто-то просто кому-то нагрузили, что у тебя будет чай курить, варить, у тебя будет все хавать всегда, только потрогай. Так, а что говорить в лагере, мы еще потом дойдем до лагеря, мы еще будем, это ж, ну, рубрика малолетка, мы ж еще дойдем потом, ну, до лагеря, расскажем в целом, тоже пораскрываем кучу моментов. Как мы с Лебедем тоже там и хавали вместе, и страдали, и получали постоянно был, ну, каждый, ну, помнишь, вечером ложись спать, и ты просто молишься, чтобы, блин, дай бог, чтобы проснуться, блин, просто на свободе где-то, чтобы поскорее это закончилось. А в Харькове, я тоже помню, тоже явки выбивали очень жестко, просто, что киевлянам не применяли, особенно харьковских местных, нормально долбили. Ну, там тебя и особо, что ты, ты сколько там в транзите, ну, максимум ты месяц просидишь в транзите, а так в основном там 10 дней, 15, 20, и ты едешь дальше. Я вот тоже, я заезжал в хату к кирпичу, где и ты заезжал. Черепик, черепик, да. Им же было далеко не по, уже, им уже было за 18, им уже было там, ну, был, на секундочку, кирпич, ну, там реально у него... Кирпичу там уже было даже за 20. Да, не, ну, он такой огромный, такой именно запил, и череп, череп тоже... А череп вроде вообще на малолетке не сидел, насколько я знаю. Я тоже, я не помню этих подробностей, но череп тоже такой взрослый, ну, прикиньте, малолетка, там 24-25 лет, реально со щетиной, здоровые типы, и заезжают дети. Ну, 16-летние, да. По 16-17 лет, а их двое, и они там нормально, они беспредельничали, ну, очень жестко. Они потом в дальнейшем, там же ж была, ну, такая на слуху у нас такие именно красные, самые краснющие лагеря, это там 25-е, Харьков. Я, насколько знаю, ну, череп, он был там козлом ямы. Ну, я слышал, не могу сказать, но в конце 90-х и в начале 2000-х кто проезжал через Харьков малолеткой, тот знает эти имена очень хорошо, потому что там, ну, в основном ты, если туда заезжал, по-любому, ну, какие-то проблемы у тебя там могли возникнуть. Если ты, конечно, сразу не цеплял там метлу, не отдавал все свои вещи хорошие, ну, то есть не шел, как бы, на поводу у них, то, естественно, получал затрещины за это все. И было такое, что, да, и беспредель жестко. Ну, было, да, было жестко. А я вот вспомнил, братан, я же тоже, я заехал когда в осужденку, получается, меня закрыли в ноябре, туда-сюда, у меня там в январе, где-то в начале, по-моему, января начались суды. Меня осудили, закинули в осужденку, и, по-моему, где-то в конце января я уехал уже на лагерь, а ты заехал в феврале, да. Вот как раз вот именно вот этот, ну, в принципе, на тюряге мы, если бы могли где-то пересесть, это только где-то на двориках там познакомиться. Это так в лицо увидеть другой хаты кого-то, это можно только мельком. Нет, ну что, на судах можно, на привратке, на боксах, на следственку, когда вы... О, вспомнил, прикинь, следственка, помнишь, мы не могли вспомнить, как она называлась? Да, я помню, у меня адвокат приходит, тебе пару пачек сигарет постоянно. Адвокат, да, там, ну, либо законный представник, представитель, или тогда еще не было такой конькер. Было, мама, по-моему, могла быть твой законный представитель. Нет, это, братан, после 2000-го, я вспомнил, ввели законный представитель, да. В 2001-м году же кодекс поменялся. А, да, да, да. И сделали этот самый. Ну, друзья, к чему мы это все вообще вам рассказываем, чтобы была более полная картина, чтобы вы понимали. И на самом деле, что хотелось бы сказать тоже пару слов от себя за культяпку, за эту серию. Мы сейчас будем всячески стараться не затягивать и регулярно очень выпускать видосы, но побыстрее, особенно, чтобы, ну, не растягивать, чтобы эту историю как бы добить. Потому что мы знаем, что она вам интересна, ну, и вы хотите ее слышать. Ну, вот, допустим, на сегодняшний момент мы не смогли снять культяпку, потому что у нас времени не хватает. А завтра мы уезжаем. Но, друзья, не расстраивайтесь, что видос вышел проходной такой, а не культяпка. Она обязательно выйдет, мы никуда не пропадаем. Серега уже вспомнил. Да, извини, братан. В инстаграме, шаман1902, мы добавим, ну, уже покажем, куда мы уезжаем, там уже расскажем. Так что, друзья, я еще хочу добавить. На днюху мы к человеку едем. Да, да, человек один рождение. Да, и надо уехать на пару дней. И, ну, если вы обратили внимание, то мы две, стараемся, две части, мало того, что мы регулярно стараемся это все выпускать, так мы еще две части старых, можно сказать. Ну, плюс-минус. Плюс-минус делаем хренометраж намного длиннее, чтобы вам было интереснее. Ну, да, потому что мы видим, что многие пишут, давай полтора часа, но я думаю, полтора часа это очень много. Но вот 40 минут оно смотрится. Мы смотрим, мы же анализируем, у нас есть аналитика на канале, мы анализируем, что уже у нас видосы проходят, которые больше 40 минут. Ну, 40 минут нормально. Раньше было если до получаса, то уже сейчас чуть вышло за эти рамки. Это не может не радовать, что вы смотрите, это круто. Шаман уже вжился, я смотрю, уже история заиграет еще новыми красками, потому что, да, есть нюансы, которые шаман не успел тогда раскрыть, сейчас раскроет, и все будет круто. Так что, друзьяки, мы на связи, мы никуда не пропадаем. Смотрите нас, пишите свои комментарии, какие-то замечания, пропозиции, все читаем по возможности. Не всем, конечно, можем ответить. Да, друзья, с вами был Будь Добру и Украине обовязково перемога. Так что, друзья, на связку.